Хорошо, чтобы все взрослые тоже сказали, что не будем драться. Мир вам, дорогая церковь! Очень рад приветствовать вас. Приятно быть дома. Передаю вам привет из церкви Эвансвилла. Я там был в прошлое воскресенье. Народ Божий оттуда, с той церкви, приветствует вас. А также утром был на служении в Шакопе. Они тоже передают привет. Ну а мы возвращаемся к изучению Писания. Мы говорим сейчас о жизни и служении апостола Павла. И мы с вами возвращаемся к тому, о чем мы говорили раньше. Сегодня мы с вами поговорим о миссионерском путешествии. Раньше мы говорили о первом миссионерском путешествии. Хочу спросить, кто помнит, откуда, с какого города, с какой церкви начинается миссионерское путешествие? В принципе, вы можете на карте найти. Какая церковь посылает Павла на служение? Антиохия. Вот, очень просто. С Антиохии они отправляются на служение, и в Антиохию они возвращаются со служения. Второе миссионерское путешествие, посмотрите, то же самое. Они отправляются из Антиохии. Уже не Павел и Варнава, а Павел и Сила отправляются на миссионерское служение и возвращаются тоже куда? В Антиохию. Они прибывают в Кесарию, затем Иерусалим. Вот это та Кесария. Вообще в Израиле было, по крайней мере, две Кесарии. Была Кесария Филиппова и Кесария Маритима. Вот, когда мы были в Израиле, по-моему, 17 или 18 год, что я уже сбился со счету. Но вот мы были в той Кесарии. Если помните, там дворец Ирода, прямо на берегу моря, очень красивый. Там ипподром был, другие некоторые. Акведук очень такой интересный. Вот это та Кесария. Кесария Маритима или Кесария Морская. Еще была Кесария Филиппова. Так вот, Павел прибывает в Кесарию Морскую, и затем он отправляется в Иерусалим, и из Иерусалима возвращается в Антиохию. Сегодня мы с вами поговорим о третьем миссионерском путешествии. Но для начала, несколько слов я хочу сказать. Я так понял, что мне передали, что возник немножко вопрос в прошлый раз. По крайней мере, немножко было такое рассуждение. Я не знаю, как долго вы говорили. Я не буду очень долго на этом останавливаться. Я буквально несколько минут хочу взять, для того, чтобы обратить внимание на один важный момент. Вопрос относительно статус женщины в христианстве. Очень важный вопрос, и сегодня люди по-разному к этому относятся. Кто-то говорит, что христианство унижает женщину. Или еще что-то такое. Может быть, вы слышали такое, что вот женщина в христианской церкви, вот как бы унижена или угнетена, или еще чего-то такое. Я хочу сказать ничего подобного. Напротив, христианство подняло статус женщины очень высоко. В древнем мире, особенно в языческом мире, женщины не имели того статуса, который они имели в христианской церкви. В Израиле статус женщины был выше, чем у других языческих народов. Например, в Греции, вот в Афинах, да, демократические Афины, где люди голосовали, где люди имели право голоса, могли голосовать все свободные мужчины. Рабы не имели права голоса, все свободные, независимо, богатые или бедные, но все свободные мужчины, еще раз подчеркиваю, имели право голоса, могли участвовать в городских делах, это в Афинах, это расцвет демократии Афин. Женщины не имели права голоса, женщины даже не имели права, девочки не имели права учиться в школах. Школы были только для мальчиков. Вот демократическая страна, демократическая Греция, вот, скажем так, такое обстоятельство было там. В Израиле немножко обстоятельство было получше, потому что в Израиле некоторые даже судьи, мы знаем Девору, например, мы знаем некоторых других лидеров, которые имеют определенное влияние, и люди их уважают. Даже независимо от того, что они женщины. Бог говорил и через женщин, Бог использовал и женщин. Интересно, что когда мы подходим к Новому Завету, апостол Павел пишет, например, вот такой момент. Посмотрите, послание Галатам, 3 глава, давайте мы немножко прочитаем, обратим внимание, послание Галатам, 3 глава, 26 стиха. Ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса, все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись, то есть во Христа оделись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Вот взгляд Нового Завета. Относительно ценности нет разницы между мужчиной и женщиной. Относительно ценности, человеческой ценности, человеческого достоинства. Бог не относится ко мне лучше только из-за того, что я мужчина. Для Бога важны и ценные и мужчины, и женщины. Христос одинаково умирал из-за мужчин и за женщин. Только лишь из-за того, что я мужчина, я не имею больше веса в глазах Божьих. Вы понимаете? Однако, есть разница функциональная. Есть разница по положению в семье. И вот здесь мы иногда смешиваем понятия. Бог говорит, в семье муж должен занимать лидирующее положение. Муж должен быть духовным лидером. И апостол Павел, этот же апостол Павел, который мы прочитали в Деянии Апостолов, 3 глава, мы прочитали вот этот текст. Тот же Павел в следующем послании, в послании к Ефесинам, пишет. Жены, повинуйтесь мужьям вашим, как Господу. Очень интересно. Павел, что ты имеешь в виду? Ты в Галатам написал что-то другое, как будто бы на первый взгляд? Нет, ценность такая же, но функционально. Назначение в семье, положение в семье, призвание, служение в семье – это другие вещи. И Павел одному говорит, ты должен занимать лидирующую роль, ты должен быть в подчинении, в повиновении. Проблема в том, что сегодня люди очень часто говорят, если я должен повиноваться, значит я хуже другого. Но это неправильно. Если я должен быть в послушании, я как будто бы занимаю второй ссор. Но так ли это? Нет. Разве президент компании только из-за того, что он президент компании, лучше чем-то, чем его работник, какой-то сотрудник? Нет. Он такой же человек. Он занимает другое положение. И вот здесь нам не надо смешивать вот таких вот понятий. Итак, в христианстве, в семье, и даже мы можем сказать относительно служения в церкви, есть вещи, которые поручаются определенным людям, определенным лидерам. В семейном положении муж должен занимать позицию духовного лидерства. Жена призвана быть в подчинении, в послушании. Но это не значит, что жена хуже. Это не значит, что она не имеет ценности перед Богом. Абсолютно не значит. Еще раз хочу повторить. Христос одинаково пролил свою кровь. Как за меня, так и за мою жену. И мы одинаково ценны в его глазах. Если через Иисуса Христа я сын Божий, имею обетование, имею наследство во Христе, то моя жена – дочь Божия во Христе Иисусе. Это одинаково ценно. Однако призвания разные. Посмотрите, послушание не зазорно. Иисус Христос, будучи Богом, был послушен до смерти и смерти крестной. Он подчинился, он был в повиновении, он был в послушании. Друзья мои, послушание не делает никого второсортным. И вот это нам надо раз и навсегда запомнить. И если у нас какие-то мысли появляются другие, ну не надо так думать. Итак, в семье это одно дело, но в отношении ценностей это совершенно другое дело. И вот в христианстве статус женщины достаточно высокий. Я хочу просто привести параллель. Параллель того, что, например, в исламе женщина не имеет такого статуса, как в христианстве. Спасение женщины в исламе зависит от мужа, зависит от мужчины. Если она угодит мужчине, то тогда она получит спасение. Сестры, блаженны вы, что вы не в исламе. Потому что угодить нам иногда непросто. Поэтому угождайте Богу, любите Бога, служите Ему и цените ту благодать, которую мы имеем во Христе. Если надо будет еще вернуться, мы как-то вернемся к этому вопросу и поговорим больше. Потому что можно поговорить о служении, о некоторых других моментах. Итак, давайте мы поговорим о третьем миссионерском путешествии. Но вначале я очень бы хотел, чтобы мы все-таки прочитали, о чем мы будем говорить. И для этого я хотел бы попросить, я попросил братьев, чтобы они прочитали. Я хочу попросить братья, пожалуйста, Петр Михайлович, вы будете первым. Мы начнем с Деяния апостола, 18 глава, с 23 стиха. Да, 18 из 23. И проведший там несколько времени вышел и проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию, утверждая всех учеников. Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в писаниях, пришел в Ефес. Он был наставлен в начатках пути Господня. И, говоря духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге, услышавши его Акила и Прескила, приняли его и точнее объяснили ему путь Господен. А когда он вознамерился идти в Ахайю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он прибыл туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос. Во время прибытия Аполлосов в Каринф, Павел прошед в верхние страны, прибыл в Ефес и нашел там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы Святого Духа уверовавшим? Они же сказали ему, мы даже не слыхали, не слыхали, есть ли Дух Святой. Он сказал им, во что же вы крестились? Они отвечали, во Иоанново крещение. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по Нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около двенадцати. Пришедший в синагогу, он безбоязненно проповедовал три месяца, беседая и удостоверяя о Царстве Божьем. Но как некоторые ожесточились, и не верили в злословие путь Господен пред народом, то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал училищи некого тирана. Это продолжалось до двух лет. Так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и елины. Спасибо. Пожалуйста, Антон Георгиевич, с одиннадцатого стиха до двадцатого, девятнадцатая глава, с одиннадцатого стиха по двадцатый. Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясание с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Даже некоторые из китайующихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов в имя Господа Иисуса, говоря, заклинаю вас Иисусом, которого Павел проповедует. Это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ, Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто? И бросился на них человек, которым был злой дух. И одолев их, взял над ними такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из того дома. Это сделалось известно всем живущим в Ефесе, иудеям, и еленам, и напал страх на всех их, и величайно было имя Господа Иисуса. Многие же изуверовавшие приходили, исповедуя и открывая дела свои, а из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли пред всеми и сложили цены их, и оказалось их на пятьдесят тысяч драх. С такой силой возрастало и возмогало Слово Господне. Спасибо. Пожалуйста, брат Андрей, с двадцать первого стиха по сороковой. Здесь будет идти речь о том, что в Ефесе возникает бунт. Когда же это совершилось, Павел положил в духи, прошед Македонию и Ахаю, идти в Иерусалим, сказав, «Побыв там, я должен видеть Рим». И послав Македонию двоих из служивших ему, Тимофея и Ераста сам остался на время в Асии. В то время произошел немалый мятеж против пути Господня, ибо некто серебряник именем Димитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, сказал, «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше. Между тем, вы видите и слышите, что не только в Ефесе, но почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые руками человеческими не суть Боги. А нам это угрожает тем, что не только ремесло наше придет презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить, и испровергнется величие той, которую почитается Ася и Вселенная. Выслушавшие это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря, «Велика Артемида Ефеска!» И весь город наполнился смятением. Схвативший Македонян, Гая и Аристарха, спутников Павловых, они единодушно устремились на зрелище. Когда же Павел хотел войти в народ, ученики не допустили его. Также и некоторые из асийских начальников, будучи друзьями его, пославшие к нему, просили не показываться на зрелище. Между тем они кричали одно, а другие другое. Одни кричали одно, другие другое. Ибо собрание было беспорядочное, и большая часть собравшихся не знали, зачем собрались. По предложению идеев, из народа вызван был Александр. Дав знак рукой, Александр хотел говорить к народу. Когда же они узнали, что он иудей, то закричали все в один голос, и около двух часов кричали, «Велика Артемида Ефеская!» Блюститель же порядка, утишив народ, сказал, «Мужи Ефесский, «Какой человек не знает, что город Ефес есть служитель великой богини Артемиды и Диапета? Если же в этом нет спора, то надо бы вам быть спокойными и не поступать опрометчиво. А вы привели этих мужей, которые ни храм Артемидина не обокрали, ни богини вашей не хулили. Если же Дмитрий и другие с ним художники имеют жалобу на кого-нибудь, то есть судебные собрания. И есть проконсулы. Пусть жалуются друг на друга. А если вы ищете чего-нибудь другого, то это будет решено в законном собрании. Ибо мы находимся в опасности за происшедшее ныне быть обвиненными в возмущении, так как нет никакой причины, которую мы могли бы оправдать такое сборище». Сказав это, он распустил собрание. Спасибо, брат Руслан. Пожалуйста, 20-й глаз, 1-го по 16-й стихи. По прекращению мятежа Павел, призвав учеников и вдав им наставления, и, простившись с ними, вышел и пошел в Македонию. Пройдя же те места и преподав верующим обильное наставление, пришел в Веладу. Там пробыл он три месяца. Когда же по случаю возмущения, сделанного против него иудеями, он хотел отправиться в Сирию, то пришло ему на мысль возвратиться через Македонию. Его сопровождали до Асии Сосипатор Перов, Вериянин из Фессалоникийцев, Аристарх и Секунд, Игай Дервянин, Тимофей и Асийцы Тихий и Трофим. Они, пойдя вперед, ожидали нас в Траде, а мы после дней опресночных отплыли из Филипп и дней в пять прибыли к ним в Траду, где пробыли семь дней. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павлова, один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сонный, пошатнувшись, сонный упал вниз с третьего жилья и поднят мертвым. Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал, не тревожьтесь, ибо душа его в нем. Взойдя же и преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно даже до рассвета и потом вышел. Между тем отрока привели живого и немало утешились. Мы пошли вперед на корабль и поплыли в Аз, чтобы взять оттуда Павла, ибо он так приказал ему. И отплыв оттуда, в следующий день мы остановились против Хиоса, а на другой пристали к Самосу и, пробыв в трагилии, в следующий день прибыли в Мелит. Ибо Павлу рассудилось миновать Ефес, чтобы не замедлить ему Васи, потому что он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме. Спасибо, Алексей Иванович, 17 по 38. Измелита. Измелита же, послав Ефес, он призвал пресвятеров в церкви. И когда они пришли к нему, он сказал им, «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел Васию, все время был с вами. Работая Господу со всяким смириномудрием и многими слезами среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудею, как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам». Возвещал иудеям и еленам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною, только Дух Святой по всем гордам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взряю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. «И ныне, вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. Посемьи свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пастит Церковь Господа и Бога, который Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, помятуя, что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодать Его, могущему назидать вас более и дать нам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждами моими и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что так, трудясь, надобно поддерживать слабых и помятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал блажение давать, нежели принимать. Сказав это, Он преклонил колени свои и со всеми ими помолился. Тогда немалый плач был у всех, и пали на шею Павла, целовали его, скорбя особенно отсказанного им слова, что они уже не увидели лица его и провожали его до корабля. Пожалуйста, брат Роман, 21 глава, с 1 по 14 стихи. Когда же мы, расставшись с ними, отплыли, то прямо пришли в Кос, на другой день в Родос и оттуда в Потару. Найдя корабль, идущий в Финикию, взошли на него и отплыли. Быв в виду Кипра и оставив его слева, мы плыли в Сирию и пристали в Тире, ибо тут надлежало сложить груз корабля. И, найдя учеников, пробыли там семь дней. Они по внушению Духа говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим. Проведя эти дни, мы вышли и пошли, и нас провожали все с женами и детьми даже до города. А на берегу, преклонив колени, помолились. И, простившись друг с другом, мы вошли в корабль, а они возвратились домой. Мы же, совершив плавание, прибыли из Тира в Толемаиду, где, приветствовав братьев, пробыли у них один день. А на другой день Павел и мы бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию. И, войдя в дом Филиппа, благовестника, одного из семи деканов, остались у него. У него были четыре дочери, девицы, пророчествующие. Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк именем Агав. И, войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал, «Так говорит Дух Святой, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников. Когда же мы услышали это, то мы и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал, «Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Когда же мы не могли уговорить Его, то успокоились, сказав, да будет воля Господня». Спасибо. Михаил Дмитриевич, с 15 по 25 стих. После стих слов, после стих дней, приготовившись, пошли мы в Иерусалим. С нами шли и некоторые ученики из Кесарии, провожая нас к некому давнему ученику Насану, Киприянину, у которого можно было бы нам жить. По прибытии нашим в Иерусалим братья Радушина приняли нас. На другой день Павел пришел с нами к Якову. Пришли и все пресвитеры. Приветствовал их, Павел рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычника услужением Его. Они же, выслушавшие, прославили Бога и сказали Ему, «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших Иудею, и все они ревнители закона. А о тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступление от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям. Итак, что ж, верно соберется народ, ибо услышат, что ты пришел. Сделай же, что мы скажем тебе. Если у нас четыре человека, имеющие на себе обед, взяв их, очисти с ними и возьми на себя и сдержки за жертву, на жертву за них, чтобы остригли себе голову и узнают все, что слышанное имя о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон. Об уверовавших язычниках мы писали, положившие, чтобы они ничего такого не наблюдали, а только хранили себя от жертвенного, крови, удавленного и блуда. Аминь. Спасибо. Вот на этом заканчивается третье миссионерское путешествие. Павел прибывает в Иерусалим. Запомните, первое, второе миссионерское путешествие заканчивается где? В Антиохии. Третье миссионерское путешествие заканчивается в Иерусалиме. Павел не доходит до Антиохии. Дальше события будут развиваться по-другому, но мы поговорим об этом чуть позже. Итак, я надеюсь, что вы увидели, насколько мы достаточно много времени уделили тому, что вы читали Писание. Братья и сестры, я не зря уделяю для этого время. Лучше я меньше скажу, но мы больше прочитаем Слово Божье. Поэтому это неплохо, когда мы вместе можем читать Слово Божье. Это хорошо. Поэтому давайте будем дорожить эти моменты. Но мы сейчас сделаем такую небольшую паузу. Мы прославим Господа общим пением, пока выходит группа которая будет нас вести в этом. Я хочу попросить вас подумайте о некоторых моментах. Вот здесь была одна фраза, которую мы читали. Она несколько раз повторялась на протяжении этих глав. Эта фраза синоним учения Господня или христианская вера. После пения я хочу, чтобы вы мне сказали, что это значит и какая это фраза. Ну а сейчас давайте встанем и прославим Господа. Напомните, какая песня. За любовь, за милость, за спасение. Вот хорошая, замечательная песня. Давайте споем. Так, пожалуйста, занимайте ваши места. Вопрос, который я задавал. Фраза, которая упоминается в Деяниях Апостолов, она упоминалась и раньше, но здесь она особенно упоминается. Вот какая фраза говорит, а это своего рода синоним слову учения Господне или христианская вера, христианское учение. Я задавал. Я задавал. You have an answer. Last Sunday we read Acts 18. And so towards the end of verse 5, it says, Paul was compelled by the Spirit and testified to the Jews that Jesus is the Christ. And in the beginning of verse 6, But when they opposed him and blasphemed, he took his garments and said to them, Your blood be upon your own heads. So my version, New King James, it says they opposed him and blasphemed. So I looked up in Greek and it has the word blasphemeo there. So did they actually blaspheme God? Or other versions say reviled? And is that the same level of seriousness and sin? Okay. Давайте я постараюсь, Коля, я постараюсь перевести на русский язык, потому что это специфически с английским языком немножко связано. Давайте, я не знаю, если я отвечу на него сейчас, может быть, мы попозже вернемся к этому. В английском, в одном из английских переводов написано, но как они противились, 6 стих 18 главы, но как они противились и злословили. Так вот, там слово «злословили» переведено как «хулили». И действительно, в греческом стоит слово blasphemeo, что означает, действительно его можно перевести как «хуление» или что значит вообще «хуление» или что значит, ну, это как святотатство или наговор на Бога, скажем так. Вот это вот само слово по себе, вот это значит. Однако, насколько я знаю, насколько я помню, само это слово «хулить» или «злословить», оно употребляется иногда в некоторых случаях, может означать это против Бога и против личности, против другого человека может иногда быть. То есть, как бы, когда идет какая-то клевета, когда идет наговор, когда идет прямое такое против человека, то, что человек не делал. Поэтому давайте мы еще посмотрим, и я чуть попозже скажу, но это связано больше с разницей в английском языке. В русском сказано «злословили», как они противились и злословили. То есть, как будто бы они не против Бога, не против Христа, а против Павла как будто выступают. Хотя, с другой стороны, посмотрите, Павел говорил, что Иисус есть Христос, и, скорее всего, они выступали против того, что Иисус есть Христос. То есть, другими словами, они не принимали того, что Павел говорил, что Иисус есть Христос, что Иисус есть Сын Божий и прочее, прочее. И, может быть, они действительно высказывались против Христа. То есть в данном случае речь идет о том, что они вот как раз занимались вот таким кощунством против Бога. Поэтому я постараюсь к этому вернуться чуть позже. Ну а сейчас вы мне ответьте, я задал вам вопрос и хочу получить ответ. Вот есть такая фраза, вот здесь в этих текстах мы читали много, мы прочитали три главы и в этих трех главах несколько раз встречается вот эта фраза, которая говорит о учении Господа. Как эта фраза звучит в Деяниях Апостолов? Деяниях Апостолов, кто знает? Какой? 21 глава, какой стих? 25. А ну-ка сейчас посмотрим. Какое именно слово? Чтобы они ничего такого? Ага, правила для азычников. Я имею немножко другую фразу. Алексей Иванович? Ну здесь тоже, как говорится, много фраз и попробую угадать. Это 20 глава, конец 24 стиха. Я принял от Господа Иисуса проповедовать Евангелие благодати Божией. Окей. Оно все рядом. Оно все рядом. Но вот посмотрите, очень оно лежит на поверхности. Я почти что вам сказал. Так вот посмотрите, 18 глава с 24 стиха, или скажем 25 стих. Он был наставлен в начатках пути Господня. Путь Господень. Это учение Иисуса Христа. Вы знаете, что учеников Иисуса Христа или ученики себя называли когда-то последователем пути? Вот это если бы путь, мы назвали бы с большой буквы, да? Вот христианская вера – это путь Господень. Или жизнь христиан. Или вот учение христианское – это путь Господень. И оно в этих вот главах, оно несколько раз упоминается. Оно лежит на поверхности. В принципе, может быть, оно не так важно, но оно здесь рядом. Итак, давайте посмотрим на это миссионерское путешествие. Кто обратил внимание, кто выступает как спутник Павла? Если в первом был Варнава его спутником, во втором был Сила, кто здесь спутник Павла? Ну, Лука. Хорошо. Но основной спутник, который отправляется из Антиохии с ним? Тимофей. Правильно, правильно. Тимофей выступает как основной спутник и помощник. Тимофей начинает это путешествие и, в принципе, он идет с Павлом. Посмотрите, кто еще упоминается. Вот посмотрите, достаточно большой список. Они в разных городах, они в разное время подключаются к апостолу Павлу во время его путешествия. Если посмотреть на время путешествия, то начинается это путешествие примерно с 53-го года и заканчивается в 57-м году. Павел хотел успеть на день Пятидесятницы в Иерусалим. Посмотрите. Я хочу, чтобы вы посмотрели на даты. Первое миссионерское путешествие примерно в 47-й и 49-й год. Второе миссионерское путешествие в февраль 50-го года весна 53-го года. Ну и третье миссионерское путешествие, смотрите, вот оно чуть позже, оно, пожалуй, самое, почти что самое продолжительное. Ну, в принципе, второе и третье, наверное, по времени похожи. В этом миссионерском путешествии три этапа служения. Ефес – это самый длительный. Павел там больше двух лет находился. Три месяца он находился в синагоге учил, два года он находился в училище Тирана и проповедовал там. То есть больше двух лет и трех месяцев. Второй этап – это Македония и Каринф. Павел там проводит время, достаточно времени проводит там. И затем третий этап – это возвращение в Иерусалим. Еще раз хочу напомнить, что путешествия были не такими быстрыми. Для того, чтобы отправиться куда-то, отплыть даже, например, из Македонии в Троаду, Македония и Троя, хотя они достаточно близко находятся по карте, сегодня это было бы, ну, я не знаю, может быть, часа полтора, на пароме переплыть с одного берега на другой. Это достаточно легко и не так уж сложно на сегодняшний день. По тем временам это могло быть пару дней. Поэтому мы понимаем, что путешествие занимало достаточно времени. Поэтому возвращение в Иерусалим тоже длительно по своему времени. Цель путешествия – это путешествие. Апостол Павел хотел укрепить церкви. Написано, что он укреплял церкви. Он посещал те церкви, где он раньше был. Он посещал тех людей, кому он проповедовал. Он хотел этих учеников, которые последовали за Христом, утвердить, укрепить, назидать их. То есть, другими словами, укрепить церкви. Я еще одну вещь хочу сказать. Он хотел это сделать не только через свое личное присутствие, когда он приходил, может быть, занимался душепопечением, отвечал на вопросы, проповедовал, учил в личном присутствии. Кроме этого, он еще писал послания. Он писал письма. Очень интересно. Некоторые послания были написаны во время его миссионерских путешествий. Вы только подумайте. Ну, сегодня... Мне хочется, ну, знаете, чтобы у меня были особые условия. Если мне нужно написать какую-то работу, какое-то эссе, какое-то даже письмо. Хочется, чтобы была в офисе обстановка. Я не только о себе говорю. Я преподаю у нас в колледже Медвеста. Иногда задаю студентам... Не нравятся мои задания. Потому что я всегда задаю письменные работы писать. Им это не нравится. Я всегда прошу, чтобы они написали, как вот, ну, окончательное, вот, как бы, по окончании курса, чтобы они написали какую-то работу. Я задаю их простые достаточно, короткие, не такие уже долгие. И вот они сильно нравятся. Нам не очень нравится, может быть. Мы хотим, чтобы были какие-то условия, чтобы нас не отвлекали. Обратите внимание на вот это. Если мы смотрим на хронологию служения Павла, вот, посмотрите. В первом миссионерском путешествии нам не сказано о том, чтобы... Или мы, как бы, ну, я не думаю, что он что-то писал, какие-то послания в это время. Но во время второго миссионерского путешествия, смотрите, самое раннее послание Павла, это первое-второе послание фессалоникийцам и послание Галатам. Он пишет их, скорее всего, во время второго миссионерского путешествия. Посмотрите, в третьем миссионерском путешествии он пишет три длинных послания. Кто помнит, сколько глав имеет первое послание к Коринфянам? Еще раз. 16, правильно. Сколько имеет послание к римлянам? Тоже 16. Сколько имеет глав 2-ое послание к римлянам? 13. Итак, посмотрите, это достаточно длительное послание, достаточно сложное. Кто-то из вас читал послание к римлянам? Помните, сколько там всего говорится? Насколько сложно? Мы сегодня открываем это послание, и мы не всегда можем так быстро, знаете, вот понять. Нам нужно углубиться, нам нужно время. Представьте себе, это не только проповедь, это не только хорошие условия, это не только теплый прием, и потом он после служения удалился куда-то в свой офис, где ему никто не докучает. Его побивают, с ним спорят, его избивают, и он находит время не только для того, чтобы не свернуть свои пожитки и вернуться назад в Антиохию или в Иерусалим, он не только остается там, он не только физически там присутствует, он еще пишет такие глубокие послания. Удивительно, на самом деле, Павел, как это возможно? Потому, когда я смотрю на апостола Павла, для меня это хороший пример. Не только, знаете, такой стабильности в служении, но и посвящения Господу, действительно, посвящения Господу и верности в служении. Вот, посмотрите, это примерная карта того, каким образом было это служение. Выходит из Антиохии, затем Киликия, затем дальше Дервия, Писидия, Фригия, и затем до Троады, Троада или Троя, и затем Филиппа в Македонии, и потом до Каринфа, затем назад из Каринфа в Македонию, и затем назад в Трою, в Мелит, где он встречается со служителями Ефеса, и затем через Родос, Потару, в Тирп, Талимаида, Кесария и Иерусалим. Итак, вот это третье миссионерское путешествие Павла. Несколько моментов я хотел бы обратить внимание наше. Итак, мы обращаем внимание на Ефес. Обратите внимание, что мы читаем в Библии. Итак, 18 глава, мы с вами подходим к тому, что вот с 24 стиха мы встречаемся с этим человеком по имени Аполлос. Аполлос, написано о нем что? Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый, сведущий в Писаниях, пришел в Ефес. Очень интересно, обратите внимание на некоторые вещи, которые сказаны о нем. Хороший человек, образованный, он приходит в Ефес, затем в Каринф. Кто встречает его в Ефесе? Пара, муж и жена. Кто? Акила и Прескила. Мы встречались с ними чуть раньше. Встречались с ними в Каринфе, когда апостол Павел встретился с ними. То есть, это семья, миссионерская семья, которые вместе действительно сотрудничали с апостолом Павлом. И здесь, вот удивительно, не так уж много семей, не так уж много пар семейных, которые вот так вот упоминаются. Акила и Прескила. Очень часто вот они вместе в Библии упоминаются в Новом Завете, что они вместе это делают, они вместе трудятся. И вот они, смотрите, они встречаются с Аполлосом. Что мы знаем еще об Аполлосе? Посмотрите, очень интересно. Он знал только крещение Иоаннова. Очень интересно, он знал только крещение Иоаннова. Но, посмотрите, был наставлен в начатках пути Господня. Горя духом, говорил и учил о Господе правильно. Несмотря на то, что он знал только крещение Иоаннова, он учил о Господе правильно. Вот это очень важный такой вот момент. Почему? Посмотрите дальше, когда Павел приходит в Ефес, он находит группу людей, которые знали или были крещены Иоанновым крещением. Что там происходит с этими людьми? Есть разница. Когда мы обращаем внимание на 19 главу, на начало 19 главы, посмотрите, они были крещены Иоанновым крещением. Но в 5 стихе мы читаем, что они крестились во имя Господа Иисуса. А почему Аполлос не был крещен во имя Господа Иисуса, а он знал только Иоаннова крещение? Очень интересно. Как так? Что-то неправильно. Очень интересно. Посмотрите, вы видите разницу? И там Иоаннова крещение, и там Иоаннова крещение. Но об Аполлосе, посмотрите, что сказано. Он был наставлен в начатках пути Господня, горя духом, говорил и учил о Господе правильно. Несмотря на то, что, может быть, у него не было, ну, было крещение Иоаннова, но все остальное он понимал. Он был рожденный свыше человек. Несмотря на то, что крещение, может быть, было не совсем то. Посмотрите, они Акила и Прескила приняли его точнее, объяснили ему путь Господень. И потом он дальше продолжает свое служение. Сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос. Когда мы подходим к следующей группе, Павел и Фесси, посмотрите, и что мы тут видим? Разговор о крещении. Он приходит и спрашивает, приняли ли вы Святого Духа у верового? Они же сказали ему, мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой. Во что же вы крестились? Они отвечали, во Иоанново крещение. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего, по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа и Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не сшел на них Дух Святой, они стали говорить иными языками. И пророчествовать всех их было человек около двенадцати. Очень интересно, я вижу здесь вот следующую истину. Водное крещение, или крещение Иоаннова, о котором здесь говорится. Посмотрите, важно не только пройти вот этот, вот практику водного крещения. Само по себе крещение, само по себе сам обряд крещения, несмотря на то, что это очень важно и мы ценим это. Но без присутствия Духа Святого в жизни человека, само по себе крещение не имеет ценности. Вы понимаете, братья и сестры? Потому что рождение свыше дает Дух Святой. И вот это самое рождение свыше, оно очень важно. Я очень ценю водное крещение. Мы крестим не крещением в покаянии, мы крестим во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы крестим, потому что Иисус Христос так сказал. И когда мы крестим, мы долго говорим и учим, что это знак рождения свыше. И мы крестим людей уже рожденных свыше. Мы крестим не только как знак того, что прошлые грехи прощены, но мы крестим и как знак того, что человек присоединяется к народу Божьему, и он изменяется, не только влияет на его прошлое, но и настоящее, и на будущее. Потому что человек хочет быть со Христом. Человек в союзе со Христом. Своего рода как брачные отношения. Не только попросить прощения за то, что было вчера, но и сказать, Господи, я хочу быть верным Тебе и завтра. То есть это вот, я думаю, что вот это разница. Крещение Иоаннова не имело под собой значения союза с Богом. Это было крещение покаяния, это была подготовка к пришествию Иисуса Христа. Крещение Иисуса Христа – это знак завета с Богом. Это знак того, что я посвящаю себя Богу. Это как бракосочетание. Когда знак обещания – это кольцо на руке. Это как знак того, что человек действительно пообещал и собирается хранить свое обещание. Очень интересно, здесь есть и некоторые другие такие моменты. Посмотрите, возложение рук и Дух Святой. Я просто хочу сказать, вот несколько моментов здесь, потому что они крестились во имя Господа Иисуса, и когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, они стали говорительными языками пророчествовать. Я хочу сказать одну мысль такую, что очень интересно, что когда возложение рук присутствует, некоторые люди говорят, окей, Дух Святой передается только через возложение рук. Но в других текстах Деяния Апостолов мы не встречаем, что ученики возлагали руки. Помните, когда Петр пришел к Корнилию? Он возлагал там на кого-то руки? Нет. Если вы не уверены, вернитесь, прочитайте. Десятая глава Деяния Апостолов. Там не написано, чтобы Петр возлагал на кого-то руки. Дух Святой сошел на них. На учеников Иисуса Христа, которые находились в горнице в день Пятидесятницы, никто не возлагал рук. На них сходит Дух Святой. И они исполнились Духа Святого. В данном случае, когда Павел возлагает на них руки, возложение рук в данном случае, я считаю, что это знак отождествления и знак принятия. Это знак благословения. Это знак того, что Павел, как духовный наставник этих людей, он отождествляется с ними и говорит, что они приняты теперь в Божью семью. Почему я так говорю? Что возложение рук – это знак отождествления. Помните, апостол Павел чуть позже напишет Тимофею, «Рук ни на кого не возлагай». Поспешно. Почему? Чтобы не сделаться участниками в чужих грехах. Теперь вы понимаете, почему сказано, что возложение рук – это отождествление с теми людьми, на кого возлагаются руки. И вот здесь вот я думаю, что апостол Павел, когда вот делает это, мы иногда, вы знаете, вот как бы пытаемся найти формулу. Может, мы или другие люди иногда вот… Вот обязательно нужно возложить руки, потому что если руки не возложить, Дух Святой не сойдет. Дух Святой – это Бог. Манипулировать Богом, извините, я не смогу. Он есть Бог, а я человек. Он поступает, как ему угодно. И будь я хоть трижды апостол, если Дух Святой не захочет сделать чего-то, я не смогу заставить Духа Святого сделать то, что Богу не угодно. Поэтому в данном случае, я думаю, что вот когда мы читаем этот текст, это не то, что через руки апостола Павла или через его вот… Ну, просто через это было показано, что через это принятие, через вот это служение в церкви, через вот то, что они принимают в крещении, и они понимают теперь, наконец-то, зачем это крещение нужно, потому что они даже не слышали, есть ли Дух Святой. Теперь они понимают, что они становятся частью церкви, и они получают все благословения от участия в жизни церкви, включая исполнение Духом Святым. По крайней мере, я так понимаю этот момент. Итак, мы продвигаемся дальше. Это только начало. Посмотрите, Павел приходит, это только начало. Он в течение трех месяцев учит в синагоге, затем два года в училище некоего тирана. Мы с вами поговорили о крещении Иоаннова, крещении во имя Иисуса Христа. Причем, посмотрите, иногда есть вот два таких момента. Некоторые люди говорят, окей, так как нужно правильно креститься? Во имя Иисуса или во имя Троиц? Мы когда крестим, кто обратил внимание, когда у нас крещение, как мы в нашей церкви крестим? Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Почему, как вы думаете? Потому что так сам Иисус Христос сказал. Идите и научите все народы, крестяя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я думаю, что в данном случае то, что подразумевается крестяя их во имя Христа или во имя Иисуса Христа, здесь не имеется в виду, какую формулу или какие слова апостол Павел говорил. Здесь разница между крещением Иоанновым, крещением Иисуса Христа или крещением, привязанным к учению Иисуса Христа. Вот я вот так вот это объясняю. Я уверен, что Павел слышал о том, что повелел Иисус Христос и как он повелел учить. И Лука тоже слышал об этом. Почему он так написал, я не знаю. Но я думаю, что в данном случае акцент не на том, как именно крестил Павел, но что это было согласно со всем учениями Иисуса Христа. То есть это было согласно с учением пути Иисуса Христа. Так что я вот так это объясняю. Итак, посмотрите, что мы еще читаем. Апостол Павел находится в Ефесе. И в это время очень четко написано. Посмотрите. Я даже как-то вот, когда просил одного из братьев прочитать этот текст, я говорил, прочитайте, или как бы даже вначале так сказал, что вот здесь как Павел творит чудеса. Но это не Павел творит чудеса. Обратите внимание. Бог же творил немало чудес руками Павла. Лука очень четко подмечает. Он молодец в этом случае. Он говорит, что это не Павел делает чудеса. Бог через Павла. Субтитры делал DimaTorzok. Я думаю, что когда сказано о том, что Дух Святой сошел на них после того, как они приняли Христа. В смысле, после того, как они приняли крещение, после того, как возложил Павел на них руки, вот тогда на них Дух Святой сошел. Дианих апостолов очень часто начинается это со второй главы, затем в десятой главе повторяется. По-моему, в восьмой главе еще повторяется тоже. В десятой главе повторяется. В других нескольких моментах повторяется. И здесь повторяется то, что когда Дух Святой сходил, Для учеников специально было понятно, что они говорили языками. В первом случае, в день Пятидесятницы, это было вызвано просто тем, что они говорили понятными языками. Они говорили языками, которые люди могли понимать. Дальше, здесь, там, может быть, не было такой нужды, чтобы нужно было говорить на языках, но это уже был знак для тех апостолов, которые знали вот то, что произошло в день Пятидесятницы. У них не было сомнений уже. Они понимали, они знали, что эти люди действительно, это был знак для них. Вопрос, всегда ли такое происходило? Например, когда обратилась Лидия, мы не читаем, чтобы она говорила языками. Когда некоторые другие люди обращались в Деяниях Апостолов, мы не читаем, чтобы они говорили языками. Но в некоторых моментах, в некоторых частях, особенно в ключевых частях, таких как обращение Корнилия, который был одним из первых язычников, который обратился, мы находим то, что действительно там присутствовали языки. Для чего? Чтобы не было сомнений, чтобы не было споров. Петр понимает это, и он говорит, как я мог запретить им креститься, когда они говорили языками, как и мы. И никто ему не мог возразить. Это был сильный аргумент, серьезный аргумент. То, что написано, что никто не может назвать Иисуса Господом, как Духом Святым, это говорит об убеждениях. Действительно вопрос возникает, как было вот то, что они на самом деле вроде бы были верующими людьми. Но вопрос, насколько они верующими были? Насколько убежденными они были? Ведь мы смотрим, и они даже не все понимают. У них идеи нету или мыслей даже нету, у них нету понимания относительно Духа Святого. Может быть, некоторые другие аспекты учения Иисуса Христа они тоже не знали, не понимали. Поэтому, как глубоко они знали до встречи с Павлом? Хороший вопрос. Я думаю, что Лукан не зря обращает наше внимание, что тогда, когда они встретились с Павлом, когда он им объяснил, когда он их научил, когда они крестились, когда на них сошел Дух Святой, это было вот впервые тогда. Остальное, я думаю, что это был этап пути. Ведь Дух Святой часто работает в нашей жизни, не прямо так сразу обрушившись на нас. Правда? Он иногда какое-то слово тебе скажет или мне скажет через кого-то. Мы начинаем думать. Это как семя какое-то. Оно растет. И приходит время, когда плод созревает. Поэтому в данном случае, возможно, какая-то работа. Дух Святой проводил уже какую-то работу в этих учениках, но еще не было той жизни, которая была у апостолов. Еще не было той жизни, которая была у возрожденных людей. Они подходили к этому, они готовились к этому, но вот наступил момент, когда они встретились с Павлом, когда вот это вот все произошло, и тогда все стало на свои места. Хорошо. Давайте пойдем дальше. Что еще происходит в Ефесе? Да. Они говорили на иных языках, не молились. А я сказал, что они молились? Нет. Я делаю разницу между тем, что... Ну, я не сказал, что они молились. Нет. Я не говорю, что они увлечают, что... Просто говорю, акцентирую, что и в одном, и в другом, и в третьем случае разговор идет о том, что язычники говорили. Значит, евреи понимали, что говорили язычники. Очень интересный вопрос на самом деле. Не только то, что, вот я заговорю по-молдавски, Буназива, Ларивидери, кто понял, кто не понял. Они поняли все, что это было до свидания, будьте здоровы. Ну, очень интересно на самом деле. Как бы мы не знаем, сколько они понимали, то, что они слышали, что они говорят другими языками, это точно. Вот этот вот момент, очень интересный момент, потому что вот феномен пятидесятничества и вот учения Нового Завета. Апостол Павел пишет послание Коринфянам. В послании Коринфянам написано, что кто молится на незнакомом языке, помните? В Коринфянам написано, Лука очень четко подмечает здесь, как Михаил Дмитриевич отметил, что они говорили. Они не молились иными языками, они говорили иными языками. Есть разница. Есть разница, когда человек в молитве только говорит. Я знаю, у меня были некоторые друзья, которые были пятидесятниками, или некоторые даже баптисты были, но вот у них было вот такое, что они имели вот иной язык. Но этот иной язык проявлялся только в молитве. Очень интересно. Они по-другому не смогли бы. Не знаю, может и смогли бы, но по крайней мере я как бы не наблюдал этого. Хороший вопрос. Я думаю, что когда мы подойдем к изучению послания Коринфянам, может быть, когда-то мы с вами зацепим Коринфянам, это интересное послание, но, наверное, придется в несколько частей его разбирать, потому что много вопросов есть серьезных. Но вот это вот очень интересно, потому что в Деяниях Апостолов написано, говорили языками, то есть как говорили, о чем говорили, почему говорили, что именно говорили. Во второй главе написано, говорили о чудных делах Божиих на других языках. Причем там перечисляются языки, реальные языки, не просто непонятные языки. Это вот просто некоторые детали. Хорошо. Я хочу обратить ваше внимание, мы будем заканчивать вот это, то, о чем мы начали говорить, мы столкнулись со служением апостола Павла в Ефесе. Посмотрите еще один момент, очень важный. Когда Павел совершает служение в Ефесе, посмотрите, он переходит даже из-за того, что иудеи вначале вроде бы слушают, вначале он в синагоге проповедовал три месяца, а после переходит, почему? Потому что он переходит на более-менее нейтральную территорию, потому что иудеи сильно противятся. И он два года находится в этом училище тирана и совершает служение. И вот посмотрите, много чудес происходит. Изгнание бесов. Очень интересно, можно было бы поговорить на семь сыновей первосвященника Скевы. Помните, как они пытались изгонять духов? «Именем Иисуса, которого проповедует Павел». Очень интересно, вот как бы это же надо додуматься. «Именем Иисуса, которого проповедует Павел». Не просто именем Иисуса. А вы знаете, что имя Иисуса, даже сегодня некоторые люди пытаются использовать в некоторых магических вещах? Очень интересно. Вообще, в данном случае подход такой интересный, подход даже не иудейский, а какой-то больше языческий. В магии иногда люди используют какие-то вещи для того, чтобы сделать какое-то заклинание, для того, чтобы сделать какой-то наговор. могут взять какую-то вашу вещь, ну, может, не вашу вещь, просто вещь какого-то человека, и попытаться что-то как-то вот с этой вещью сделать. Для того, чтобы якобы тебе стало, или человеку тому стало плохо, или еще что-то такое. То есть это называется еще даже «sympathetic magic». Когда вот по аналогии, вот если твоей вещи сделать плохо, то тебе должно быть плохо. Может быть, вы видели в каких-то фильмах, в некоторых языческих местах, или в каких-то таких полуязыческих местах, например, где-то на Джамайке, может быть, или где-то на Гаите. Там, кстати, очень много колдовства. И вот они берут какую-то куклу, которая якобы должна представить определенного человека, и начинают ее колоть, и произносят всякие заклинания, и тому человеку должно стать плохо. Ну вот как бы вот это. Так вот, что интересно. Сыновья первосвященника Скевы используют похожий подход. Они берут имя Иисуса и пытаются использовать его в каких-то своих целях. имя Иисуса сильное. Имя Господа – крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. Но если ты используешь это имя и не имеешь никакого отношения к этому имени, это имя не будет тебе полезным. И вот эти люди, они пытаются манипулировать именем Господнем. Они пытаются Господом как-то что-то вот в своих целях чего-то делать. И посмотрите, что происходит. Даже не Господь, а злой дух наказывает их. Очень интересно, на самом деле. И потом мы переходим еще к следующему моменту. Посмотрите, что когда люди каются в Ефесе, очень многие, которые занимались чародейством. Что такое чародейством? Волшебство, оккультизм определенный. Они собирают свои книги, какие-то магические книги, какие-то разные такие вот книги. Они собрали, посмотрите, они сделали, вот они собрали эти книги, сожгли перед всеми. И оказалось, на 50 тысяч драхм, достаточно серьезная сумма. И они отказались от этого. Я хочу сказать, что в христианстве нет места для оккультизма. Оккультизм, волшебство, всякого рода магия, оно несовместимо с учениями Иисуса Христа. Все волшебство, вся магия, весь оккультизм, он привязан тому, что какой-то человек пытается манипулировать какими-то духовными силами. Христиане не манипулируют Богом. Христиане, давайте скажем так, капитулируют перед Богом. Они должны просто, что называется, смириться перед Богом, принять Его и стать Его детьми. Вот и весь секрет. Но в этом нет никакой манипуляции. когда люди пытаются проникнуть в какие-то вот такие вот волшебные миры или в какие-то духовные миры, вот все вот это оккультизм, что мы можем назвать оккультизмом? Да даже гороскопы. Даже какие-то вот подобные вещи. Вы знаете, насколько сегодня серьезно развивается это все? И очень часто начинается с невинных вещей. Очень часто начинается с простых вещей. И промывка мозгов очень конкретная на сегодняшний день. И детям предлагается очень много разных вот таких вот вещей, где их располагает к волшебству, к каким-то вот таким вот магическим вещам. И все начинается безобидно. Но потом все дальше и дальше заходит. В Библии написано, особенно в Ветхом Завете, что занятия волшебством на самом деле противны Богу. Пожалуйста, Петр Михайлович. Здесь интересный момент. Идет речь о том, что этот человек, имеющий духа злого, он набросился на них. Значит, на становитесь с Киевы. В принципе, интересно, значит, сатана имеет большую силу. И мог бы он делать, ну, такие неизвестные, великие, злые дела. И человеку повраждать естественным образом. Некоторые говорят, что вот, ну да, такие моменты были, что вот, значит, это сатана делал явным образом. Но сам сатана, как-то вот Бог его сдерживает, дьявола. И он не имеет права практически или же, как бы, ну, иметь контакт с человеком так, чтобы его, ну, уродовать физически или так, что-то причинять ему. А вот, интересно, он использовал этого человека. И этот человек, значит, он, в принципе, дьявол, но через человека. И он настолько имел большую силу, даже это сверхъестественно, возможно, такую силу, что всем этих сыновейских, они, ну, еле нагие выбежали оттуда. Поэтому, когда вот смотришь, как действует сатана на мир этот, он практически, он не может так как-то явиться в каком-то образе и, ну, сделать зло. Нет, он употребляет людей. И употребляет сейчас, вот он столько много делает зла через учение, через отступление, и все это делает, ну, через людей. Казалось бы, даже бывших христиан, и вот он, ну, внедряет вот такую свою, ну, систему, ну, сатанинскую систему, чтобы внедрить ее даже в среде народа Божьего. Имеет силу. Ну, вспоминается, тут не надо долго комментировать. Пришли сыны Божьи. Между ними пришел и сатана. В книге вот так вот интересно очень написано, поэтому очень интересно на самом деле, что иногда даже вот среди народа Божьего, может быть, сатана может присутствовать, Бог допускает ему это. А то, что влияние его есть на этот мир, это очень четко отмечено в Писании. Более того, его оружие это ложь. Он обольщает, обманывает. Он искажает. Вот если мы посмотрим на искушение в саду Алиэмском, он не говорит полную противоположность Божьей правде. Он искажает немножко. Он чуть-чуть искажает. Он не говорит всю правду. Он говорит полуправду, частичную правду. То есть очень интересно на самом деле, мы можем говорить об этом. Но давайте мы заканчиваем наше время подходит к заключению. Я просто хотел бы показать, что во-первых, сила Божия велика. Сила Божия велика. Имя Господа велико. Евангелие Иисуса Христа имеет силу. Люди освобождаются. Люди получают рождение свыше. Люди получают, вот на них нисходит Дух Святой. Они имеют возможность служить Богу. Они изменяют свою жизнь. Павел творит очень много разных таких вот великих дел, потому что Господь через него действует. Интересно еще, что даже вот эти люди, которые были, может быть, увлекались чародействами всякой магии, они отказываются от этого, отвергают прошлую жизнь свою и становятся свободными людьми. И это действительно сила и свидетельство Божьей силы, Божьей силы Евангелия. То есть, Евангелие действительно имеет силу, оно освобождает людей, оно изменяет души, и это здорово, и это замечательно. Какой урок мы можем взять для себя? Я подвожу к завершению, мы сейчас помолимся, и на этом мы будем заканчивать наше служение, это будет последняя молитва. Хочу только напомнить вам, что следующее воскресенье у нас будет вечеря Господня, у нас будет хлебопреломление, потому что через неделю, не в следующее воскресенье, а через неделю у нас будет уже кемп начинается, и мы будем многие уезжать на кемп, поэтому мы перенесли на следующее воскресенье вечерю Господню, поэтому помните, что 30 июля у нас будет хлебопреломление. Но заканчивая то, о чем мы говорили сегодня, во-первых, обратите внимание на силу Евангелия Иисуса Христа, Евангелие и сегодня сильно изменять души, Евангелие и сегодня сильно изменять людей, и дай Бог, чтобы ты и я были действительно проповедниками Евангелия, свидетелями Евангелия, чтобы мы с вами действительно были вот теми, о ком сказал Иисус Христос, когда вот в начале Деяния Апостола написано «Будете мне свидетелями», чтобы мы свидетельствовали об Иисусе Христе, это первое. Второе, еще раз хочу напомнить о посвящении апостола Павла. Вот сколько мы его не изучаем, но я надеюсь, что вы понимаете, что этот человек действительно очень много сделал. Мы можем говорить о Христе, но где-то вот мы смотрим на Христа и говорим, «Ну, он же Бог». Когда мы смотрим на апостола Павла, он человек. Он человек. Но его любовь ко Христу была настолько сильной, его посвящение Богу было настолько сильным, что в его служении он был, знаете, его невозможно было остановить. Несмотря на невзгоды, несмотря на переживания, несмотря на те трудности, несмотря на гонения, несмотря на то, что его иногда побивали, в тюрьму сажали, Люди противостояли. Он спорил с ними и продолжал. Служите Иисусу Христу. Посмотрите, я напоминаю вам тот текст, где он говорит «Я чист от крови всех». Что это значит? Я сказал вам, что вас ждет опасность, если вы не обратитесь ко Христу. Я действительно сказал вам, что если вы не обратитесь ко Христу, вас ждет плохая участь. Я чист от вашей крови, я не виновен в вашей погибели, я донес до вас Слово Божие, а там ваше решение. И он действительно доносил. Мы иногда можем сказать «Твое решение», когда мы толком не сказали человеку о том, какое решение ему нужно принимать. Дай Бог, чтобы мы любили Бога. И вот на примере апостола Павла старались немножко больше расти в жертвенности, в жертвенной любви к Иисусу Христу и посвященности Богу. Аминь. Давайте помолимся. Продолжение следует...